Нескромно, я ничего себе дорогого домой не покупала. Мне все дарят. Ну я такая женщина, ну мне дарят. Не могли пережить, мне там один мой поклонник подарил майбах. Ну просто, знаете, ну значит я такая, везде, в сексе, в постели, в жизни, интересный человек, такой, которому хочется подарить. Фрески дома подарили, люстры подарили, мебель подарили, понимаете, бриллианты подарили. Ну как, и знаете, я не течусь этим, просто я была как-то смущена, я не знала, что ответить. Вы знаете, я настолько жизнь не меряю количеством денег, для меня ценность имеет то, что не имеет цены. Поверьте, я жила и с олигархами, и с нищебродами, и с альфонсами, и отец ребенка только от чего стоит. Пришел гол как сокол, понимаете, деньги брал с первого дня и пошел дальше, взял 3,5 миллиона долларов и с концами, понимаете, и поднялся на этих деньгах. Волчкова такая добрая, она вообще ни на кого никогда зла не держит, я правильно понимаю? Ну не совсем так, я могу держать зло, и я, конечно, не позволяю себе именно обиду держать, но огорчение, конечно, да, меня многие вещи огорчают. Огорчает то, что создан стереотипа по мне и в СМИ, и по телевизору, меня как покажут в телеке. Так у меня люди все встречают в жизни и говорят, Настя, знаете, в жизни-то вы такая худая, стройная, и вообще вы другой совершенно человек. А на экране что, толстый? Вы сами знаете, что такое чудо монтажа и чудо съемки, можно человека даже самого красивого снять так, что... То есть вы думаете, что специально кто-то снимает, чтобы Волочкова выглядела? Ну, Евгений, для меня не секрет, что против меня после всех моих перипетий и личных, когда расставание было с Сулейманом Керимовым, и против меня была реально проплаченная анти-пиаровская компания, увольнение меня из Большого театра, судебные, квартирные процессы фальсифицированные, ограбление офиса там с фото-видео-материалом, все было. Поэтому я знаю, откуда ветер дует, как говорится. Тем не менее, вы все время называете вашего бывшего возлюбленного Сулейманчик. Сулейманчик, потому что я его люблю, да. И когда случились вот эти у него неприятности в Абрации... Я его первая протянула руку, конечно, именно защитой человеческой. Я не очень понимаю, как это может быть, с одной стороны, вы как-то не можете забыть, что он вас преследовал, что он вас заказывал. Жень, понимаете, почему? Я объясню. Потому что я даже уходила из отношений с ним, любя этого человека. Я продолжала ему писать письма и передавать через помощников, что я действительно его люблю, что я верю, что все, что происходит, вся эта месть, что это не он делает, что это делается его руками или люди другие исполняют. Почему я призвала, в общем-то, к ответу за незаконное увольнение меня из Большого театра, именно директора театра. Потому что он стал исполнителем этого заказа. А я настолько человек, как вы меня знаете, принципиальный и прямой, и смелый. И очень моей смелости в поступках, в высказываниях, в правде может позавидовать и мужчина, могу сказать. Поэтому я любила человека, я хочу помнить то, что у нас было, то, что нас связывало. Любовь, романтика, невероятные путешествия, яхты, самолеты. Вот все, что было вообще у нас, это была феерия. Я знаю, что у него такой женщины, как я, не было и не будет никогда. А я сохранить хочу эту любовь к Сулейманчику, как вот нечто такое, знаете, очень дорогое и ценное. И неважно, как человек поступил потом, я умею оправдывать даже поступки такого формата, как месть. Она была достаточно жестокой, потому что не Сулейманчик сделал меня балериной, не он придал мне какой-то известности. Я в его жизнь пришла уже известной балериной, солисткой Мариинского театра, солисткой Большого, солисткой английского национального балета в Лондоне. Меня вернул сюда Юрий Николаевич Григорович из Лондона. Поэтому я уже была на пике, как говорится, славы и успеха. А то, что он решил убрать меня из Большого театра, потому что любимый человек и близкий всегда знает, за какие ниточки нужно дёрнуть. И вот это было очень несправедливо, потому что это была как раз закладка той ситуации, ну, скажем, заложницей, которой я стала, в самых истоках её, да, которая продолжается и теперь, когда в Большом театре, на моём месте, ну, конечно, в менее жестокой ситуации, оказался потом Колец и Скоридзе. Вы только не воспринимаете мои вопросы как с элементом наезда. Я просто то, что обсуждается в соцсетях, я понимаю, что это интересно. Последняя запись в вашем живом журнале, Life Journal, это как раз касается вашего дома. Вы там на ступенях стоите дома. И тоже очень эмоциональный пост такой, что вот, все там что-то говорят про дом, ну, купила я дом, ну, нормально, да, Волочкова, всё, что делает Волочкова, открывает ли она школу, покупает ли она дом, это интересует людей. Почему такая реакция? Да, реакция, Шень, поскольку, понимаете, этот дом, да, я купила дом, я не стараюсь скрывать этого факта, я не стану. Ну, вы сами написали, да, в ЖЖ про него, да. Ну, я написала после того, как информация просочилась от тех людей, которые, ну, скажем так, преждевременно, ну, не хочу сказать в слову, слили информацию, да, просто дело в том, что я никому не хотела говорить про это, и даже там, ну, скажем, да, я выложила с лестницей фотографию дома давно ещё, просто написав, что я сегодня очень счастлива. В доме ведутся ремонтные работы, пока они не закончены, я вообще не хотела, чтобы, знаете, даже чтобы вот богов не гневить, чтобы кто-то там энергетически как-то вмешивался и всё. И думала, что когда всё будет готово, я, возможно, готова буду поделиться всей, вы знаете, драматичностью историй и приобретения дома, и всего этого ремонта. Я всё сделала сама, я очень горжусь тем, что я к моей мечте, пришла сама, вот мне кажется, что я заслужила, чтобы в 39 лет иметь свой дом и не скитаться по съёмным домам, как это было на протяжении 10 лет. Я осуществила эту мечту, но действительно не хотела, чтобы об этом вот так узнавали, потому что у меня полтора года назад было ограбление в том доме, где я живу сейчас. А я помню, да, эту историю, да. И когда я узнала, что у меня уже в новом доме там бегают люди с камерами и фотоаппаратами, вот это то, чего мне не хотелось, это немножко аналогично сказать. Который знаменитости во всём мире платит за свою славу. Ну, вы знаете, поэтому я так отреагировала. Не что и почему, а просто написала о том, что мне не хочется ажиотажа сейчас, что я не даю никаких комментариев, потому что тот шквал звонков, который происходил вот в адрес моего пиар-директора и моих помощников, и меня, я просто не понимала, а что случилось? Ну, купила я дома, купила, и что? Вот поэтому я так отреагировала. Что случилось? Ну, открыла Волочково детский центр. А знаете, на самом деле, мне кажется, я очень счастливый человек, потому что, ну, вот я хотела в своё время, ещё в детстве, как-то стремиться к тому, и стремилась к тому, чтобы быть известным человеком, быть публичным. Мне нравится, нравится, я люблю быть яркой. И это же замечательно, что из каждого события, вернее, каждая новость в моей жизни превращается в событие, потому что я живу ярко и интересно. Ну, к сожалению, бывает так, что эти события ещё искажают и преподносят в качестве, как вы говорите, скандалов, но я считаю, что это уже не моя проблема, а проблема тех людей, кто это делает. Моё дело, Женя, вот жить открыто, жить искренне, быть настоящим человеком, вот быть такой, какая я есть. И я очень честный человек в своих поступках и в своих действиях. Да, смелый, открытый я. Очень не приемлю неправду, несправедливость с ней. Очень сложно бороться, потому что я пока одна. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Поплата за успех – это название, которое издательство придумало, или это автор? То какое издательство? Я всё придумала сама. Получилось так, что первый тираж этой книги очень быстро распродался, и издательство предложило мне написать, ну, не то что написать, а издать следующий тираж. И его особенность в том, что там какой-то такой ноу-хау, ну, не какой-то, я расскажу какой. Там, короче, на 82-й страничке, причём издательство тоже, люди, если будете слушать, люди добрые, вы там просто не подумали, что вы никому не написали, в чём это ноу-хау. Только я это знаю. Короче, нужно на 82-ю страничку навести любой гаджет, на QR-код наводишь, и там раз, приложение открывается, и вы смотрите, Волочкова танцует. Я смеюсь всегда, говорю друзьям, слушайте, если вы своим можете сказать, что вы не видели Волочкова танцующий там в Кремле или там где-то ещё в Лондоне, приходите к нам домой, посмотрите у нас в книге. В общем, сделали вот так, но поскольку время шло и был месяц у меня, я к тому времени создала этот спектакль свой, балетно-цирковой. И, вы знаете, я написала и дописала ещё одну главу, она называется «Расплата за успех». И я скажу вам, как людям просто, в моём случае расплата за успех – это не стёртые в кровь пальцы, это не та моральная боль, которая валится на меня со стороны недоброжелателей, завистников. Конечно, тех людей, которые не могут принять успеха, красоты, свободы, независимости, осознание того, что я в свои 43 года нахожусь в форме, и вот, знаете, всё стройнее и стройнее, и всё на этих салатных листьях. А вы знаете, расплата за успех в моём случае – это, знаете, что это предательство близких людей, близких по крови. И я за всё это время осознала, что те люди, которых мы считаем близкими, они оказываются чужими. А зачастую чужие становятся нам настолько ближе, чем те, кого мы считали близкими. И в моём случае это все – это мама, папа, и причём это люди, о которых я говорю, это те, за которых я несу ответственность. Это и мама, и папа, и дочка. Спасибо. 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 Спасибо.